Здравствуйте, уважаемые гости, зрители канала Наша Жизнь. Сегодня мы немножко поговорим о содержании инжауток или мускусных уток, как их еще называют, древесные утки. Вы сейчас слышите, как у нас издает свой голос гусь. Вот у нас как раз выходит из-за поворота, то есть достаточно громкая и шумная птица. Здесь у нас есть одна утка пекинской породы, она тоже достаточно громкая и шумная. И вы практически совсем не слышите мускусных уток. Они абсолютно не слышны, они тихие. Да, конечно, если мы их начнем с вами ловить, то они будут издавать звук. Но это только в случае какой-то такой острой, резкой, сильной опасности. Ну, сейчас им уже приблизительно 4 месяца, наверное, чуть-чуть поменьше. И уже даже по размеру тела инжауток мы можем отличить, где у нас мальчики, а где у нас девочки. Девочки на порядок, конечно, поменьше. И вот сейчас настал тот самый момент, когда они у нас полностью оперились, их крылья полностью покрывают тело. И необходимо задаться вопросом о подрезании крыльев. Иначе у вас есть очень сильный риск просто-напросто не досчитаться в один прекрасный момент. Наши уточки могут улететь. Сегодня мы будем подрезать крылья и девочкам, и мальчикам. Но обычно рекомендуют подрезать только девочкам, потому что они полегче, поменьше. Им гораздо проще взлететь. Мальчики обычно более тяжеловесные. Они взлетают проблематичнее, поэтому обычно им не рекомендуют подрезать крылья. Но на всякий случай мы сегодня попробуем подрезать крылья всем. И мальчикам, и девочкам. И как раз в процессе подрезания расскажу об особенностях. Итак, вот мы поймали одну индоуточку. Немножко она, конечно, у нас покрытывает. Видите, когтями с вами цепляется. Это самое сложное. Сделать так, чтобы она не оцарапала с этими самыми когтями. Вот, посмотрите, размах крыльев достаточно большой. Наша задача подстричь вот эти вот маховые, самые длинные крылья. Они достаточно четко видны. Видите, да, у нас ряд более мелких. Вот теперь некоторые особенности. Я смотрел видео, некоторые постригают сразу два крыла. Но при этом тут же задаемся вопросом о том, что если мы оставляем утку на высиживание яиц, то чем она их будет обогревать, согревать и укрывать. Некоторые показывают о том, что полностью отрезаются вот эти вот маховые крылья. Но опять-таки же, утка, если обрезать на двух крыльях, она не теряет баланс. И опять-таки же, остается шанс и риск того, что она просто-напросто у вас улетит. Для того, чтобы убрать вот этот вот баланс во время полета, необходимо обработать только одно какое-то крыло, а второе оставить целым и невредимым. В этом случае, когда утка начнет размах своих крыльев, у нее будет дисбаланс. То есть она будет накреняться на один бок, и это помешает ей куда-то улететь. Я не буду обрезать полностью вот эти маховые крылья. То есть все-таки мы оставим ей эстетическую возможность быть достаточно красивой. И, соответственно, оставим возможность высиживать яйца, потому что эта уточка, скорее всего, останется у нас в зиму. Мы будем обрезать вот эти маховые крылья через одно. Тихонечко-тихонечко. Вот видите, они начинают кричать только тогда, когда у них возникает какой-то риск. Вот сейчас мы ее, в частности, ловим. Итак, первое, например, ну давайте даже первые два крылышка мы ей оставим. А вот это вот маховое крыло будем убирать, ну, практически под размер вот этих крыльев второго разряда. Через одно. Я пользуюсь для этого секатором. Можно использовать ножницы. Ну, крылья достаточно жесткие. Ну, единственное, обычно крылья даже подрезают в более позднем возрасте. Но у нас они сейчас на улице на выгуле, поэтому рисковать я не могу. Вот видите, сейчас вот видно подрезанные крылья и крылья, которые мы не подрезали. То есть при складывании отсутствующих крыльев вообще не будет заметно. Только в случае, если она их начнет раскрывать. И таким образом мы обрабатываем одно крыло нашей индоутки. Вот еще раз повторюсь, можно так оба крыла обработать, но в этом случае у нее, скорее всего, останется возможность взлететь, потому что у нее сохранится баланс тела. Итак, вот это крылышко мы обрезали, а вот это крыло мы оставили в целости и сохранности. Чисто зрительно, крылья практически не отличаются друг от друга. Ну, только вот если профессионал будет присматриваться, то, конечно, при распахнутом состоянии видно, что в крыле отсутствуют определенные перышки. А в этой крылье более полное. Но при взмахивании крыльев она будет терять баланс и это мешает ей цвететь. Так, крыло у нас будет пропускать больше воздуха, это приведет к дисбалансу и уточка у нас не взлетит. Вот для этого обязательно нужно крылышки подстригать нашим уткам. Именно это характеризует мускусных уток. То есть обычные утки, они не способны улететь, а вот мускусные утки, они более легкие, и поэтому именно мускусные утки требуют обязательного обрезания крыльев. Вот такой мой способ обрезания. На этом пока все. Спасибо. Итак, посмотрите, вот при раскрывании крыльев очень четко видно, что вот здесь вот крылья не обрезаны, а вот здесь они отрезаны, они будут пропускать больше воздуха, это приведет к дисбалансу птицы, и она не сможет ровно взлететь. Ее будет постоянно наклонять на один бок, и это приведет к тому, что птица у вас, скорее всего, не покинет ваш открытый загон.